Всем привет! Сегодня воскресенье, вот с утра едем на процедуру. Это моя предпоследняя процедура, вроде как на пензиоре. Переживаю, потому что горло так и не прошло, оно болит, а сегодня опять его тревожит. Я, может, скажу доктору, типа, доктор, у меня горло болит, может, давайте завтра? Но я думаю, что он скажет, давай сегодня, поэтому едем. А после этого поедем за подарком на годовщину, на папе день рождения, потому что на следующий выходных, если все будет хорошо, мы как бы едем в Харьков, но оно как бы будет не до этого, да? Да, будем заранее все сделать. Всем привет! По поводу чего ты? Давай, веди меня в Харьков. По поводу того, что мы за подарками сегодня поедем. Да, потому что... Потому что мы как обычно. То, что, как обычно. Мы придумывали все, мы очень долго думаем. Ну, почему-то раньше... Мы с тобой... Мы всегда поздно покупаем подарки. Стратегии. Стратегии. И что мы придумали? Потом в панике, ааа, что делать? Стратегии. Стратегии. Подожди, какая у нас стратегия? Стратегия. У меня была какая-то тактика. Я ее придерживала. Так и есть. Ну да, на нерожнике мы все потом не успеем просто побегать. А и Роди еще день рождения. Я, кстати, знала, что Роди подарить. Что, например? Потом скажу. Это сигаретик. Ну, вообще, это такой. Ему это просто нужно. Сейчас это решет. Подарите ему сестричку. А сестричку, да. Это будет лучший подарок. Так что, Леш, надо поспешить. Вообще-то, до родного дня рождения осталось всего ничего. Ну, если ты успеешь на неделю родить. Нет, ты предлагаешь украсть чего-то ребенка. Ты шо? Дурко. Не смешно. Не смешно. Сделала процедуру. Мне попался, видимо, или практикант, или какой-то очень молодой переживательный доктор. Ну, он как бы отличалась его манипуляцией от тех, которые делала мне та врач. Она, видимо, очень аккуратно, да, очень так все трепетно, я бы даже сказала. Ну, не больно было ничего, но сказал, да, горло там немножко, ну, немножко, что? Что? Не, ну, просто что? Называется гроза. Шпальный ветер, не выходите из дома. Вообще-то, да, я тебя всех в сторис предупреждала. Ну, так реально, об этом мы читали, это мне показывало в прогнозе. До обеда лучше вообще не выходить. Да, в ночи там что-то там сверкало, все, небо, в итоге вот, пожалуйста. Меня сносит прям. Держите меня. Себе льстись, конечно. Ну, в общем, все прошло благополучно. Во вторник, по идее, последняя процедура. Сейчас мы идем в Юск. Хочу глянуть что-то символичное родителям. А потом поедем дальше за серьезными подарками. Тем, кто отдыхает у нас на курортах, посвящается. Да, это... Очень актуальный подарок. Нечего добавить. Нечего добавить. Какое... Я типа поняла, закрытые, чтобы мы туда не зелись. Это на уличку надо ставить. Это же для комак. Это на улице залетают сюда кто-то... Смотрите, домик для... Это для Леши надо. Он всех насекомых все время спасает. Да, мы даже в больнице сидели, там бегал какой-то жук. И у него так жалко было, он выход искал. Я взял в окне. Слушай, давай подарим, знаешь что? Спальный мешок. Или палатку. Тогда поругается, кто-то будет уходить. А папа же говорил, что надо купить, надо купить. И когда-нибудь поехать. И вот давай купим, мама, спальный мешок. С мамой. Надо еще такие покупать. Ну да. Что-то как там в Юске, мы кроме тарелок для нас, Леша... Вот я такие искала, с бортиками. Вот. Ничего не можем найти. Подари мне. Зачем тебе? Это Будда. Садовый. У нас даже сада своего еще нет. Даже сада своего еще нет. Слышь, как будто он у каждого есть. Вообще смешная. Ничего не можем найти. Даже рампы никакой. Что? Даже покупай не. Тебе? Да. Я тут люблю стулья. Мне нравится Юске, вот эти кресла всякие. Мне вообще Юск нравится как бы тем, что здесь все красивенькое. Пусть оно покажется в некоторых вещах не очень. Но все стильненько так. Стол геймерский. Ну и зачем он тебе? Ты что, геймер? Разве что ради этого только его стоит брать. Под стаканником. Это удобно. А это что? Для чего это? Что это для всех выгодит? Понятно, Леш. Тебе такое нельзя дарить, там будет мусорка. Ну да, мусорный пакет снизу прицепил, бросаешь туда, потом отцепил и вынесет все. Черти что. Трактично. Кстати, может кому-то интересно, будет у нас здесь на Победе вам в стори центр вакцинации. Вот он, да, на втором этаже. И вот это вот, чтобы вы понимали, это очередь туда. У нас спрашивали, привиты ли мы с Лешей. Нет. И честно, я не собираюсь. Пока. Пока, да. Не хочу. А это не бесплатно случайно делают? Бесплатно. А, это еще и бесплатно. Да, здравствуйте. Это все бесплатно. И в Украине. Так глянь, сколько людей там дальше. Я же говорю, там все колесно. Это, конечно, у них в этой коробке были, да? А, это родная коробка, да? Да, это вот четко шпадет. Почему такую красивую статуэтку решать, как символизм? Ну, там пара танцующая. И взяли билеты на поезд, где-то мама, такие театр будет. В октябре, да? В октябре. Когда он будет? В октябре или в ноябре? В октябре. Отвлекайся. В октябре. Ну, там будут наши знаменитые актеры. Ну, решили, что это будет классный подарок, потому что родители любят ходить в театр. Мы даже билетики в красивый конвертик вот запаковываем. Что бы не делать рекламный мюзи? Не, ну, так, естественно, презентабельнее, да? Любые билеты. Вот такая коробочка красивая приедет 10 числа к родителям. Ну, да, мы решили таким цветом сделать, потому что это была самая приличная и красивая бумага. Плюс серебристый банк, ну, как-то жемчужная свадьба. Вроде бы все так, знаете, красивенько получилось, нежненько. Думаю, и эмоции, и символизм, мы их, в общем-то, обидели. И на памяти то и то. Да, и коробочка красивая. Бант. Мама потом бумагу куда-то использует для выпечки, не знаю. Красивая бумага. Почему ты током бьешься? Ты током бьешься. Ну, естественно, негатив, бьешься током. Не надо, и мне сонегатив, я позитивная, ребят, скажите. Так вот, следующая остановка снова Аврора, в которой мы были вчера. Но мы будем сегодня покупать... Ой, подарок для папы еще. Я вчера был там на разведке. Я все разведал. Ирина Георгиевич, надеюсь, не смотрит это видео. Да нет, я же скажу. Вот, да. Кстати, такие видео, вы там спрашиваете, я всегда предупреждаю всех, и никто не смотрит. Вроде бы. А может быть, обманываю. Не не смотрит. Ну, неважно, в общем, что. Он... Я постоянно хожу в свитшотах, которые без капюшонов, просто обычные свитшоты. И Геннадий Георгиевич постоянно говорит, о, я такое хочу, а где-то купил, и что-то еще. Но он сам себе никогда такое не купит. Да, он все тоже плюшит. Ну, вопрос в чем. Ирина Аршалуисовна не одобрит такие свитшоты. А он, естественно, сам себе пойти купить, я не знаю, может, у него такое же отношение, как у меня. Хотя не может, а так и есть. Точно такое же. Он мне говорил, да, что на себя ему там жалко. Он потом сидит и говорит, пошли в кафе, потратили тысячу гривен. А вещь нормальную себе купить немало. Вот как это? Это разве нормально? Это не нормально? Но пока он не научился, научим мы. Я вчера присмотрел там обалденный свитшот Puma с символикой BMW. Кто не знает, там Puma выпускает официально BMW, Mercedes, Mercedes тоже будет. Ну, не важно. В общем, прикольный свитшот, такой, который я вносил. Он чисто классический свитшот, без всяких наворотов, просто с символикой. Папе будет красиво, это практически удобная вещь. Тем более, в осень близится. У него только свитера там зимние какие-то такие, кофточки. Он с нашей кофты, которую мы два года назад подарили, он до сих пор не владеет. Думавская, поэтому... Да, я еще думала за подарок для Родины, но это попозже мы будем покупать. Я просто вспоминала, что мне Карина рассказывала, мы с ней когда маршрутки пересеклись, по поводу торта. Родич говорит, я хочу себе торт синий, синим трактором или с тирексом, ну, не важно, главное, что торт был красивый, синий. Но начинку он хочет, лешаного торта. Вот представьте, Карина говорит, это единственный торт, кусок, который он съел от начала до конца. Как оказалось, пражский, который я делал. Пражский лешаный торт, немой, не те, что мама там отвела, не те, что Карина на прошлые дни рождения заказывала. Он там их чисто смазал, ну, нет, как я. Мастико. Мастико, да. Ну, пряник. Смазка. Короче, именно хочет дядю Лешаный торт, пражский. Ну, там шоколадный шоколад, естественно, он ему понравился. Там шоколад с шоколадом и со злащёнкой, да. Конечно. Вот эта Карина теперь мучается и ищет то, чтобы была начинка пражская, но пражскую там не везде делают. Вопрос в чём? Просто пражский торт магазин и совсем другой. Да, он не такой, как у тебя был. Это так забавно, знаете, что именно дядя Лешан. Ну, он именно целый кусок съел, да, это первый раз в нашей памяти. Это приятно. Так что, как там, заказывает, принимаем денег. Рубрика Лёха Поварёха выходит на новый уровень. Для ваших деток приготовить дядю Лёше лучший пражский торт. Вот тот свитшот, который Лёша смотрит папе. Ну, я бы, конечно, если выбирала, брала бы чисто чёрный там какой-нибудь. Просто я не знаю, знаешь, Excel, это же полноразмерная. Она не будет у неё сильно большая. А ну, достанели, есть или? В отель, да? Ну, он такой, он похудел. Ну, мы же дарить когда будем и где? Вопрос. Хотя, вроде бы, это такая... Ну, это мой размер, да? А вы с папой не... Он чуть-чуть вообще... Ну, мне кажется, Excel набрать. Ты именно по рукаву, наверное, посмотри, чтобы рукав сильно не висел. Потому что я люблю висячий рукав, например, а папа, он, по-моему, такой покороче. Вот, надо рукав к рукаву приложить и длину проверить, насколько длиннее вот от плеча, смотри, от линии, да. Ещё, ещё, подожди. Вот, вот так прям. Стой. Да, тут ненамного. Ну, теперь вопрос. Просто в объём. Может, померишь, и ты так поймёшь? Как думаешь? Возьмёшь, два их и померишь. Могу, не понять. Ты же носил какая-то папины такие, нет? Нет. Нет? Ну, в общем, Excel какая-то чересчур. Она и тут слишком висела, и рукава слишком длинная. Ну, кофту мы дарим ему L там была. Но, опять же, та кофта на застёжке. Там была кофта на молнии, совсем разные вещи. Они же по-разному сделаны. Видите, у мужчины растяжка какая. Лёш, смотри, какая растяжка. Как у меня. Ну, да. А у моих влажных снах. Ну, вот смотри, Зай, сейчас посмотрим. Много там пространства остаётся. Вот это просто прям море. Он на мне как раз. Маловат. Маловат. Блин, странно. Вот сложно. Или всё-таки XL. Ой, XL, да? Просто XL. Это L. А, XL, да. Ну, это к этому, это же не видно. Ну, футболки у папы мама говорила XL. А ну, посмотри, 50... Какой тут? Тут нет, это 52. Посмотри, у папы 52, 54. Ну, я вот это, 52, 54. Вот это тега. Ну, всё, купили папе, смешно, всё-таки L-ку взяли. Итак, мы пришли покушать. Да, это уже будете смотреть в новом видео. Спасибо за то, что смотрели это. Подарки куплены, всё готово. Надеюсь, вы тоже их оцените. Вы их оцените. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, приходите в Instagram, подписывайтесь, смотрите истории и посты новые. И увидимся очень скоро. Хорошего вам настроения и недели. Пока. Пока, девочки.